Добрый день, уважаемые слушатели! Вашему вниманию представляется практическое занятие на тему Нервная система. Особенности высшей нервной деятельности человека. Учение Ивана Строича Павлова об анализаторах органов чувств железа внутренней секреции. Роль гуморальной регуляции в организме. На слайде представлены вопросы к нашему сегодняшнему практическому занятию. Часть из них, в частности, строение нервной системы и анализаторы, мы уже с вами рассмотрели на лекции. Сегодня мы продолжим рассмотрение вопросов на практическом занятии. Итак, особенности высшей нервной деятельности человека. Высшая нервная деятельность – это деятельность коры больших полушарий головного мозга и ближайших к ней подкорковых образований, обеспечивающие наиболее совершенное приспособление высокоорганизованных животных и человека к окружающей среде. В работе русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова «Рефлексы головного мозга» это 1863 год, впервые была высказана мысль о связи сознания и мышления человека с рефлекторной деятельностью головного мозга. Эта идея была экспериментально подтверждена и развита академиком Иван Петровичем Павловым, который по праву является создателем учения о высшей нервной деятельности. Ее основой является безусловная рефлексия. Итак, отличие высшей нервной деятельности человека от высшей нервной деятельности животных. У человека в процессе его общественно-трудовой деятельности возникает и достигает высокого уровня развития принципиально новая сигнальная система. Что же такое сигнальная система? Это система условно и безусловно рефлекторных связей, высшей нервной системы животных, включая и человека, и окружающего мира. Различают первую, вторую сигнальную систему. Первая сигнальная система – условно-рефлекторная деятельность коры больших полушарий, связанная с восприятием через рецепторы непосредственных конкретных раздражителей, сигналов внешнего мира, таких как цвет, цвет, звук, температура и т.д. Иван Петрович Павлов подчеркивал, что первая сигнальная система роднит нас с животным миром. Это система действительности, общая у нас и животных. Итак, мы с вами сказали, что основой высшей нервной деятельности являются безусловные рефлексы. Давайте рассмотрим, какие же вообще виды рефлексов есть. Безусловные и условные рефлексы различают. Те рефлекторные реакции организма на различные раздражители Иван Петрович Павлов подразделил на две группы – безусловные и условные. Безусловные рефлексы – это врожденные рефлексы, передаваемые по наследству от родителей. Они являются видовыми, относительно постоянными и осуществляются низшими отделами центральной нервной системы – спинным мозгом, стволом и подкорковыми ядрами головного мозга. Безусловные рефлексы, такие, например, как спасательный, глотательный, зрачковый, кашель, чихание и т.д. сохраняются у животных, лишенных больших полушарий. Они образуются в ответ на действия определенных раздражителей. Так рефлекс слюноотделения возникает при раздражении пищей вкусовых сосочков языка. Возникшее возбуждение в виде нервного импульса проводится по чувствительным нервам в продолговатый мозг, где находится центр слюноотделения, откуда оно по двигательным нервам передается слюнным железом, вызывая слюноотделение. На основе безусловных рефлексов осуществляется регуляция и согласованная деятельность разных органов и их систем. Поддерживается само существование организма. В изменчивых условиях окружающей среды сохранение жизнедеятельности организма и приспособительное поведение осуществляется благодаря образованию условных рефлексов с обязательным участием коры больших полушарий головного мозга. Они не являются врожденными, образуются в течение жизни на базе безусловных рефлексов под воздействием определенных факторов внешней среды. Условные рефлексы строго индивидуальны, то есть у одних особей вида тот или иной рефлекс может присутствовать, у других отсутствовать. Условные рефлексы образуются в результате сочетания безусловного рефлекса с действием условного раздражителя. Для этого необходимо соблюдение двух условий. Действие условного раздражителя должно обязательно несколько предшествовать действию безусловного раздражителя. Для образования у собаки условного слюноотделительного рефлекса на звонок нужно, чтобы он начал звонить за 5-30 секунд до подачи форма и некоторое время сопровождал процесс еды. Второе. Условный раздражитель должен неоднократно подкрепляться действием безусловного раздражителя. Так, после нескольких сочетаний звонка с приемом пищи, у собаки будет наблюдаться слюноотделение при одном звуке звонка без пищевого подкрепления. Механизм образования безусловного рефлекса состоит в установлении временной связи замыкания между двумя очагами возбуждения в коре головного мозга. Для рассмотренного примера такими очагами являются центры слюноотделения и слуха. Дуга условного рефлекса, в отличие от таковой безусловного, значительно усложнена и включает рецепторы, воспринимающие условное раздражение, чувствительный нерв, проводящие возбуждение в головной мозг. В головном мозге это участок коры, связанный с центром безусловного рефлекса, двигательный нерв и рабочий орган. Биологическое значение условных рефлексов в жизни человека и животных огромно, так как они обеспечивают их приспособительное поведение, позволяют точно ориентироваться в пространстве и времени, находить пищу по виду, запаху, избегать опасности, и устранять вредные для организма воздействия. С возрастом число условных рефлексов возрастает, приобретается опыт поведения, благодаря которому взрослый организм оказывается лучше приспособленным к рукожужащей среде, чем детский. Выработка условных рефлексов лежит в основе дрессировки животных, когда тот или иной рефлекс образуется в результате сочетания с безусловным. Торможение условных рефлексов. Мы вернемся к ученым, которые занимались принципами работы нервной системы, и в том числе торможение условных рефлексов. Также было Ивану Петровичу Павлову доказано. При изменении условий существования в организме образуются новые условные рефлексы, а выработанные ранее ослабляются или вовсе исчезают, благодаря процессу торможения. Иван Петрович Павлов опытным путем выявил два вида торможения условных рефлексов – внешнее и внутреннее. Внешнее торможение происходит в случае образования в коре больших полушарий мозга нового очага возбуждения под действием более сильного раздражителя, не связанного с данным условным рефлексом. Например, боль приводит к торможению пищевого условного рефлекса. Или выработанный у животных условный пищевой рефлекс на свет не проявляется при внезапном действии шума. Чем сильнее посторонний раздражитель, тем больше его ослабляющее действие. Внутреннее торможение условного рефлекса развивается постепенно в случае многократного неподкрепления условного раздражителя безусловным. Благодаря внутреннему торможению в центральной нервной системе происходит угасание биологически нецелесообразных для организма реакций, утративших свое значение в измененных условиях среды. Например, при пересыхании водоема, из которого животные пили воду, условный раздражитель не будет подкрепляться безусловным, например, питьем воды. Вид ручья не будет подкрепляться безусловным питьем воды. Условный рефлекс начнет угасать, и животные перестанут ходить на водопой. Они найдут новый источник воды, и возникнет новый условный рефлекс взамен утраченного. Образование новых условных рефлексов и исчезновение старых позволяет организму менять свое поведение, всякий раз приспосабливаясь к особенностям среды обитания. Внутреннее торможение дает организму возможность сводить к минимуму биологически нецелесообразные лишние реакции в ответ на различные раздражители, переставшие подкрепляться безусловными рефлексами. Наиболее сложные формы приспособительного поведения свойственны человеку. Так же, как у животных, они связаны с образованием условных рефлексов и их торможением. Однако у человека деятельность коры больших полушарий главного мозга обладает наиболее развитой способностью к анализу и синтезу сигналов, поступающих из окружающей и внутренней среды организма. Аналитическая деятельность коры заключается в тонком различии, дифференцировке по характеру и интенсивности действия множества раздражений, действующих на организм и доходящих в форме нервных импульсов до мозговой коры. За счет внутреннего торможения в коре осуществляется дифференцировка раздражителей по степени их биологической значимости. Синтетическая деятельность коры проявляется в связывании, объединении возбуждений, возникающих в разных зонах коры, что формирует сложные формы поведения человека. Вот на этом слайде мы с вами видим определение поведения, то есть это целенаправленная активность животного организма, служащая для осуществления контакта с окружающим миром. А психика – это свойство высокоорганизованной материи мозга, это субъективное отражение объективного мира, отражение действительности в мозге. То есть психика присуща именно человеку, как более высокоорганизованному животному. Итак, первая и вторая сигнальные системы. Сигнальные системы. Так, давайте еще к этому слайду вернемся. То есть все, что нам способствует нашей высшей нервной деятельности. Ощущение и восприятие. Мы видим те, допустим, свойства, которые необходимы для формирования условных рефлексов. Ощущение и восприятие. Что такое ощущение? Отражение отдельных свойств предмета. Восприятие – отражение предмета в целом. Мы воспринимаем предмет. То есть твердое, красное – это ощущение, а яблоко мы в целом воспринимаем предмет. Объект восприятия. Предмет или явление – центр нашего внимания. Фоном выступает все проще, не относящиеся к объекту. Что такое наблюдение? Целенаправленное восприятие, где строго определено, что надо увидеть, в каком порядке, какие измерения проводить и в какое время. Итак, ощущение и восприятие прекращается после того, как предметы, звуки перестают действовать на органы чувств. То есть ощущение и восприятие – это воздействие на наши органы чувств, как первое из связующего звенов в формировании рефлекса. Представление памяти – это следы прежних ощущений и восприятий. Представление, воображение – то, чего никогда не было, а мы представляем. То есть вот такие особенности высшей нервной деятельности человека. И еще раз мы рассмотрим с вами сигнальную систему. Так, вернемся мы к первой сигнальной системе. Сейчас, минуточку, к первой сигнальной системе вернемся. Итак, сигнальная система называется «Совокупность процессов в нервной системе, которые осуществляют восприятие, анализ информации и ответную реакцию организма». Академик Иван Петрович Павлов разработал учение о первой и второй сигнальной системах. Первой сигнальной системой он назвал деятельность карой больших полушарий мозга, которая связана с восприятием через рецепторы непосредственных раздражителей, сигналов внешней среды, например, световых, тепловых, болевых и т.д. Она является основой для выработки условных рефлексов, присущих как животным, так и человеку. В отличие от животных, человеку как социальному существу свойственна еще и вторая сигнальная система, связанная с функцией речи, со словом, слышимым или видимым. Слово по Ивану Петровичу Павлову является сигналом для работы первой сигнальной системы, сигналы сигналов. Например, действия человека… Сейчас мы на слайд перейдем. Да, вот здесь вот у нас речь, да, слово. Например, действия человека, его поведения будут одинаковыми как при произнесении слова «пожар», так и при действительно наблюдаемом, при зрительном наблюдении, зрительном раздражении, когда мы наблюдаем за пожаром. Образование условного рефлекса на основе речи является качественной особенностью высшей нервной деятельности человека. Вторая сигнальная система сформировалась у человека вследствие общественного образа жизни и коллективного труда и выступала средством общения. Слово, речь, письмо являются не только слуховым и зрительным раздражителями, они несут также определенную информацию о предмете или явлении, то есть определенную смысловую нагрузку. В процессе обучения речи у человека возникают временные связи между нейронами коры, воспринимающие сигналы от разных предметов, явлений, событий и центрами, воспринимающими словесное обозначение этих предметов, явлений и событий, их смысловое значение. Вот почему у человека условно образованный рефлекс на какой-либо раздражитель легко воспроизводится без подкрепления, если этот раздражитель выразить словесно. Например, на словосочетание «утюг горячий» человек отдернет руку и не коснется его. У собаки тоже можно выработать условный рефлекс на слово, но оно будет восприниматься ею как определенное звукосочетание без понимания смысла. Так дрессированная собака, поднимающаяся на задние лапы, при слове «служи» никак не будет реагировать на одинаковый по смыслу приказ «стань вертикально». Развитие у человека речи повысило его способность отражать явления внешней среды, накапливать и использовать опыт предыдущих поколений. В результате сформировалась свойственная только человеку форма отражения действительности, называемая сознанием. Вот на слайде представлены особенности второй сигнальной системы, присущей только человеку. Человек с помощью слов, математических символов, образов художественных произведений может передавать другим людям знания об окружающем мире, в том числе и о самом себе. Благодаря словесной сигнализации у человека появилась возможность отвлеченно и обобщенно воспринимать явления, находящие свое выражение в понятиях, суждениях, умозаключениях. Например, слово «деревья» обобщает многочисленные породы деревьев и отвлекает от конкретных признаков дерева каждой породы. Способность к обобщению и отвлечению служит основой мышления у человека, являясь результатом функции всей коры мозга и в особенности ее лобных долей. Благодаря отвлеченному логическому мышлению человек познает окружающий мир и его законы. Способность к мышлению используется человеком в его практической деятельности, когда он ставит определенные цели, намечает пути реализации и достигает их. В ходе исторического развития человечества благодаря мышлению накоплены огромные знания о внешнем мире. Таким образом, благодаря первой сигнальной системе достигается конкретное чувственное восприятие окружающего мира и познается состояние самого организма. С развитием у человека второй сигнальной системы достигает чрезвычайной сложности абстрактная аналитическая и синтетическая деятельность коры, проявляющаяся в способности делать широкие обобщения, создавать понятия, открывать действующие в природе законы. Поэтому поведение человека, контролируемое второй сигнальной системой, состоит из целенаправленных действий. Две сигнальные системы тесно взаимосвязаны, взаимодействуют между собой, так как вторая сигнальная система возникла на базе первой и функционирует в связи с ней. У человека вторая сигнальная система преобладает над первой вследствие общественного образа жизни и развития мышления. Вот здесь вот мы видим вторая сигнальная система, как говорил Иван Петрович Павлов, имеет значение через первую сигнальную систему и в связи с последней. А если она отрывается от первой сигнальной системы, то вы оказываетесь пустословом, болтуном и не найдете себе смысла в жизни. У всех людей вторая сигнальная система преобладает над первой. Степень этого преобладания не одинакова. Это дает основание разделить высшую нервную деятельность человека на три типа. Мыслительный, художественный и средний или смешанный. К мыслительному типу относятся лица со значительным преобладанием второй сигнальной системы над первой. У них более развито абстрактное мышление. Это математики, философы. Непосредственное отражение действительности происходит у них в недостаточно ярких образах. К художественному типу относятся люди с меньшим преобладанием второй сигнальной системы над первой. Им присуща живость, яркость конкретных образов. Это художники, писатели, артисты, конструкторы и так далее. Взаимоотношения первой и второй сигнальной системы. Так, вот тут отмечаем, что у людей с чрезмерным преобладанием первой сигнальной системы, как правило, менее развита склонность к абстрагированию, теоретизации. Физическая структура не зависит от объекта, который обозначает одни и те же явления. Предмет мысли могут быть выражены с помощью различных звукосочетаний и на разных языках. Словесные сигналы совмещают в себе два свойства. Смысловое – это содержание, и физическое – звучание в устной речи, очертание букв и слов – это письменная речь. С помощью слова осуществляется переход от чувственного образа нервной системы к системы, к понятию, представлению второй сигнальной системы. Вот вам взаимосвязь. Что еще по высшей нервной действенности? Поговорим о сне. Сон и его значение. Сон – это специфическое состояние нервной системы, проявляющееся в выключении сознания, угнетении двигательной активности, снижении обменных процессов и всех видов чувствительности. Сон рассматривают как охранительное торможение, которое охватывает кору больших полушарий и позволяет нервным центрам восстановить свою работоспособность. И действительно, каждый человек после сна чувствует, что у него улучшилось самочувствие, восстановилась работоспособность, повысилось внимание. Однако сон – это сложный физиологический процесс, а не просто покой. Регистрация электрических потенциалов мозга, электроэнцефалограмм позволила выявить две фазы сна – медленный и быстрый сон, характеризующийся разными частотой и амплитудой колебаний электрической активности мозга. Фазы сна циклично сменяют друг друга. Один цикл длится примерно полтора часа, когда медленный сон на непродолжительное время, около 15-20 минут сменяется быстрым сном. За ночь у взрослого человека цикл повторяется 4-6 раз. Именно во время медленного сна замедляются и значительно снижаются обменные процессы. Быстрый сон, как правило, сопровождается повышением уровня обменных процессов, быстрыми движениями глаз, сновидениями. Стадии медленного сна отсутствуют у животных, они свойственны только человеку. Ученые связывают это с безопасностью ночлега человека, то есть отсутствием опасности нападения. И понятие об анализаторах функции сенсорных систем. Ну, собственно говоря, мы с вами уже строение анализаторов и функции рассмотрели. Сейчас мы быстренько пробежимся по основным анализаторам и перейдем к железам внутренней секреции. Итак, анализаторы – это анатомические образования, которые воспринимают внешние раздражения, такие как свет, звук, запах и так далее, трансформируют их в нервный импульс и передают его в головной мозг, где располагаются корковые отделы анализаторов ощущений. Что такое ощущение? Это отражение в сознании человека предметов и явлений внешнего мира в результате их воздействия на органы чувств. Функциями сенсорных систем являются сборы и обработка информации о средах, которые окружают организм. Далее, осуществление обратных связей, информационной связи в нервные центры о результатах их деятельности. И поддержание нормального уровня функционального состояния мозга. Отделы анализаторов. Рецептор, который воспринимает внешние воздействия, трансформирует в его импульс проводящие пути. По ним нервный импульс поступает в корковый центр. И корковый центр воспринимает нервные импульсы как ощущения. Что же такое рецептор? Это особое образование, трансформирующее энергию внешнего раздражения в специфическую энергию нервного импульса. Различают рецепторы экстеро-рецептивные, внешние, например, зрительно-слуховой, обонятельный, тактильный. И интеро-рецептивные – это внутренние рецепторы. Анализатор давления в кровеносных сосудах, анализатор температуры и так далее. И промежуточные рецепторы – вестибулярный анализатор. Какие же виды и свойства рецепторов различают? Виды рецепторов по виду восприятия раздражителей. Хеморецепторы – чувствительные к действию химических агентов. Механорецепторы – восприятие механической энергии. Фоторецепторы – зрительное восприятие. Свойствами рецепторов является избирательная чувствительность к адекватным раздражителям. И рецепторы способны адаптироваться к раздражителям. Зрительный анализатор, зрительный аппарат. Глазное яблоко. Непосредственно строение самого глазного яблока рассмотрим. Имеется вспомогательный аппарат, который включает в себя веки, мышцы, нервы, конъюнктивы, слезный аппарат. И корковый центр – затылочная часть коры головного мозга. Значит, глазное яблоко воспринимает световой поток, воспринимает нецветное и цветное изображение. Видит предмет в объеме, на различном расстоянии. Глазное яблоко состоит из наружной фиброзной оболочки. Передний отдел – это роговица, прозрачная часть наружной оболочки. Задний отдел – белочная оболочка, склера, непрозрачная. Средняя сосудистая оболочка глазного яблока состоит из собственно сосудистой оболочки, радужки и ресничного тела. Сетчатка содержит в себе фоторецепторы, те, которые отвечают за сумочное видение палочки и дневное видение колбочки. Внутреннее строение глаза. Полупрозрачная среда глаза содержит водянистую влагу, которая находится в передней и задней камере глаза. Хрусталик имеется – это двояко-выпуклая линза, способная к аккомодации, изменению кривизны хрусталика и стекловидного тела. Придает форму глаза, проводит лучи, влияет на внутриглазное давление. Как же происходит восприятие зрительной информации? То есть световой пучок у нас попадает через зрачок, зрачок – это отверстие в радужной оболочке, попадает, преломляется через хрусталик и фокусируется на сетчатке. Воспринимается палочками и колбочками, особым пигментом, слоем клеток. Мышцы глаза – слезный аппарат. Какие мышцы глаза различают верхние и нижние прямые, латеральные и медиальные прямые, верхние и нижние косые? Слезный аппарат – тоже вспомогательный аппарат зрительного анализатора. Слезная железа альвеолярно-трубчатого строения находится в одноименной ямке в латеральном углу глазницы. Имеет 10-12 протоков, которые открываются в верхний коммунитивальный мешок. Слезоотводящие пути – слезные канальцы, слезный мешок, нос, слезный проток открывается в нижний носовой ход. И вот непосредственно сам зрительный анализатор, который состоит из фоторецептора сетчатки, второй зрительный нерв и зрительная зона, затылочная зона, затылочная доля коры больших полушарий. Из патологии глаза, патологии зрения, зрительного восприятия – дальнозоркость, плохое видение близко расположенных предметов, близорукость, плохое видение удаленных предметов, диоптрина минус, линзы с вогнутыми стеклами. А стигматизм – это патология зрения, возникающая в результате нарушения строения хрусталика, деформация его формы, заключающаяся в расфокусировании оптических лучей, проходящих через среды глаза. В результате изображение не точно падает на сетчатку и дает искажение. Глукома – повышение внутриглазного давления катаракта, помутнение хрусталика. Следующий у нас с вами орган слуха, состоит из наружного, среднего и внутреннего уха, причем наружное и среднее ухо – это звукопроводящий аппарат, да, и внутреннее ухо, там еще и орган равновесия, да, присоединяется во внутреннем ухе. Наружное ухо состоит из ушной раковины, слухового прохода, отграничивается барабанной перепонкой и имеется железо, продуцирующее ушную серу. Среднее ухо – это барабанная полость, которая связана с глоткой через естахиевую трубу. Здесь имеются слуховые косточки, молоток, наковальня и стремечка. Связкие мышцы, напрягающие барабанную перепонку и стременная мышца. И внутреннее ухо, расположенное в толще пирамиды височной кости, состоит из двух лабиринтов – костного улитка, преддверие улитки и полукружные каналы, перепончатый лабиринт, внутри находятся жидкости, которые проводят звуковую волну перелимфа и эндолимфа. Что такое улитка? Орган или орган слуха. Внутри находится кортиев орган, который содержит слуховые рецепторы, которые возбуждаются от колебания эндолимфы. Преддверные улитки – орган равновесия. Полукружные каналы – это вестибулярный аппарат. Вот такое сложное строение, имеет внутреннее ухо. Так, вот здесь у вас на слайде представлен строение кортиевого органа. И непосредственно слуховой анализатор, который также состоит из, скажем так, трех составляющих. Это рецепторы органа слуха, восьмой слуховой нерв и слуховая зона – это височная доля коры больших полушарий. Вкусовой анализатор состоит из рецепторов – это вкусовые почки сосочков языка, слизистая оболочка неба, зева надгортанника, вкусовой нерв и височная доля коры больших полушарий. Обонятельный анализатор состоит из рецепторов в верхнем отделе носовой полости. Первый обонятельный нерв, обонятельная зона коры височной области больших полушарий. И мы непосредственно переходим к железам внутренней секреции. Что же такое железы внутренней секреции? Железами внутренней секреции или эндокринными железами. На слайде, кстати, у вас представлена классификация вообще желез организма. Здесь различают железы внешней секреции. Мы видим слезные, слюнные, пищеварительные и так далее. Железы внутренней секреции непосредственно, эндокринные железы. И железы смешанной секреции, которые вовнутрь и вовне выделяют свои секреты. Итак, железами внутренней секреции или эндокринными называют железы, не имеющие выводных протоков. Продукты своей жизнедеятельности, гормоны, они выделяют во внутреннюю среду организма, то есть в кровь, лимфу, тканевую жидкость. Да, здесь вот у вас определение. Итак, что же такое гормоны? Это органические вещества различной химической природы, пептидные и белковые. К белковым гормонам относятся инсулин, глюкогон, соматотропин, пролактин и так далее. А также гормоны бывают производные аминокислот, адреналин, норадреналин, тироксин, триотирамин и стероидные гормоны, гормоны половых желез и коры надпочечников. Гормоны обладают высокой биологической активностью, поэтому вырабатываются в чрезвычайно малых дозах, специфичностью действия, дистантным воздействием, т.е. влияют на органы и ткани, расположенные вдали от места образования гормонов. Поступая в кровь, они разносятся по всему организму и осуществляют гуморальную регуляцию функций органов и тканей, изменяя их деятельность, возбуждая или тормозя их работу. Действия гормонов основаны на стимуляции или угнетении каталитической функции некоторых ферментов, а также воздействия на их биосинтез путем активации или угнетения соответствующих генов. Деятельность желез внутренней секреции играет основную роль в регуляции длительно протекающих процессов, обмена веществ, роста, умственного, физического и полового развития, приспособления организма к меняющимся условиям внешней и внутренней среды, обеспечении постоянства важнейших физиологических показателей, гомеостаза, а также в реакциях организма на стресс. При нарушении деятельности желез внутренней секреции возникают заболевания, называемые эндокринными. Нарушения могут быть связаны либо с усиленной по сравнению с нормой деятельностью железы гиперфункции, при которой образуется и выделяется в кровь увеличенное количество гормона, либо с пониженной деятельностью железы гиперфункции, сопровождаемой обратным результатом. Внутри секреторная деятельность важнейших эндокринных желез. К важнейшим железам внутренней секреции относятся щитовидные, надпочечники, поджелудочные, половые железы и гипорфис. Эндокринные функции обладают и гипоталамус, под бугровая область промежуток мозга. Поджелудочные и половые железы являются железами с внешней секрецией, так как кроме гормонов они вырабатывают секреты, поступающие по выводным протокам, то есть выполняют функции и желез внешней секреции. Итак, гипофиз – главная железа. Почему гипофиз считает главной железой? Или нижний придаток мозга. Масса всего полграмма гипофиза. В нем образуются гормоны, стимулирующие функции других эндокринных желез. В гипофизе выделяют три доли – переднюю, среднюю и заднюю, и каждая из них вырабатывает разные гормоны. Так, в передней доле гипофиза вырабатываются гормоны, стимулирующие синтез и секрецию гормонов щитовидной железы – тиреотропин, надпочечников, ортикотропин, половых желез, гонадотропин, а также гормон роста – соматотропин. При недостаточной секреции соматотропины у ребенка тормозится рост и развивается заболевание гипофизарная карликовость. Рост взрослого человека не превышает 130 см. При избытке гормона, наоборот, развивается гигантизм. Повышенная секреция соматотропины у взрослого вызывает болезнь акромегалию, при которой разрастаются отдельные части тела – язык, нос, кисти рук. Гормоны задней доли гипофиза усиливают обратное всасывание воды в почечных канальцах, уменьшая мочи отделения. Антидиуретический гормон усиливает сокращение гладких мышц матки, окситоцин. Масса до 23 граммов расположена по бокам трахеи чуть ниже щитовидного хряща гортани. Гормоны щитовидной железы – тероксин и 3-йод-тиранин в своем составе имеют йод, поступление которого с водой и пищей является необходимым условием ее нормального функционирования. Гормоны щитовидной железы регулируют обмен веществ, усиливают окислительные процессы в клетках и расщепление гликогена в печени, влияют на рост, развитие и дифференцировку тканей, а также на деятельность нервной системы. При гиперфункции железы развивается базедовая болезнь. Ее основные признаки – разрастание ткани железы, соп, пятиглазие, учащенное сердцебиение, повышенная возбудимость нервной системы, повышение обмена веществ, потеря веса. Гипофункция железы у взрослого человека приводит к развитию миксидемы или слизистый отек, проявляющийся в снижении обмена веществ и температуры тела, увеличении массы тела, отечности и адутоватости лица. Гипофункция железы в детском возрасте вызывает задержку роста и развитие карликовости, а также резкое отставание умственного развития. Кретинизм. Поджелудочная железа. Поджелудочная железа имеет особые островковые клетки, которые вырабатывают гормоны инсулин и глюкогон, регулирующие углеводный обмен в организме. Так инсулин увеличивает потребление глюкозы клетками, способствует превращению глюкозы в гликоген, уменьшая таким образом количество сахара в крови. Благодаря действию инсулина содержание глюкозы в крови поддерживается на постоянном уровне, благоприятном для протекания процессов жизнедеятельности. При недостаточном образовании инсулина уровень глюкозы в крови повышается, что приводит к развитию болезни сахарный диабет. Не использованный организмом сахар выводится с мочой. Больные пьют много воды, худеют. Для лечения этого заболевания необходимо вводить инсулин. Другой гормон поджелудочной железы глюкогон является антагонистом инсулина и оказывает противоположное действие, то есть усиливает расщепление гликогена до глюкозы, повышая ее содержание в крови. Пара щитовидная железа или околощитовидная железа в количестве двух пар располагается на задней поверхности щитовидной железы, ее вес не более грамма, выделяется парад гормон. При недостатке падает уровень кальция в крови, вызывая судороги, спазмы дыхательных мышц. При избытке возникает рассасывание костной ткани. Надпочечники. Парные железы, прилегающие к верхним полюсам почек, как и почки, надпочечники имеют два слоя – наружный корковый и внутренний мозговой, являющиеся самостоятельными секреторными органами, вырабатывающими различные гормоны с различным характером действия. Клетками коркового слоя синтезируются гормоны, регулирующие минеральный обмен, альдостерон, углеводный и белковый жировой обмены. Гормон кортизон вырабатывается. Так при их участии регулируется уровень натрия и калия в крови, поддерживается определенная концентрация глюкозы в крови, увеличивается образование отложения гликогена в печени и мышцах. Последние две функции надпочечники выполняют совместно с гормонами поджелудочной железы. При гипофункции коркового слоя надпочечников развивается бронзовая или адиссоновая болезнь. Ее признаками являются бронзовый оттенок кожи, мышечная слабость, повышенная утомляемость, понижение иммунитета. Мозговым слоем надпочечников вырабатываются гормоны адреналин и норадреналин. Они выделяются при сильных эмоциях, гневе, испуге, боли, опасности. Поступление этих гормонов в кровь вызывает учащенное сердцебиение, сужение кровеносных сосудов, кроме сосудов сердца и головного мозга, повышение артериальных давлений, усиление расщепления гликогена в клетках печени и мышц до глюкозы, угнетение перистальтики кишечника, расслабление мускулатуры бронхов, повышение возбудимости рецепторов сетчатки, слухового и вестибулярного аппаратов. В результате происходит перестройка функций организма в условиях действия чрезвычайных раздражителей и мобилизация сил организма для перенесения стрессовых ситуаций. Вот эффекты у вас представлены на слайде. кортикостероидов, андрогенов, эстрогенов, андреналина и норадреналина. Гормоны, выделяемые надпочечниками, тоже у вас выделены. Так, эпифис, или небольшая шашковидная железа, располагающаяся между буграми четверохолмия головного мозга. Функции ее определения освещенности, суточный или циркадный ритм, включающий периодичное сна и колебания температуры тела. Недостаточно изучена функция шашковидной железы, гормоны эпифиза, серотонин, мелатонин. Про мелатонин много говорят и в рекламе, препараты рекламируют. Регулируют деятельность эндокринной системы, кровяное давление, периодичность сна. Вот в связи с этим препараты и рекламируют. Серотонин, очень обширная функция, имеет гормон, играет роль в процессах сертывания крови, аллергические реакции, воспаления и так далее. Железы внешней и смешанной секреции. Здесь представлены у вас поджелудочные половые железы, экзокринные железы. Вот, пожалуйста, женские половые железы, яичник, мужские половые железы, яичко. В общем-то, здесь у вас представлено строение этих органов и влияние половых гормонов на организм человека. Далее на слайде у вас представлены контрольные вопросы по железам внутренней секреции. Вам предлагается ответить на тестовые задания. 7 тестов я размещу вам в дидактическом материале приложения к нашему сегодняшнему практическому занятию. И будет вам предложен контрольный тест отдельно для самостоятельного прорешивания. На этом наше занятие с вами закончено. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...